Противостояние сильнейших команд дивизионный любитель городской любительской хоккейной лиги собрало в Ледовом дворце практически полные трибуны. На арене сошлись команды Вольной и чемпионы прошлого сезона, сборная градообразующего предприятия. В первой финальной игре старт одержал победу с перевесом в одно очко. Болельщики старта верили, что вторая игра станет решающей и принесет победу любимой команде. Пока счет 0-0. Как думаешь, с каким счетом выиграют? Ну, мне кажется, судя по играм, старт сильнее. И он выиграет. Но мне кажется, что счет будет по окачанию матча 1-0. 1-0, то есть одну шайбу забьют? Да, старт. 3-2. То есть Вольный будет отыгрываться? Ну, они молодцы, они забивают шайбы. Они вот на той игре сработали 4-3. Тоже так сначала эти 4 забили, а потом они наверстали. Серьезный отпор заводчанам Вольный начал давать с первых минут. Несмотря на то, что на площадку хоккеисты вышли неполными двумя пятерками, нападали уверенно и защищались отчаянно. Первые два периода прошли ровно. 0-0. Счет открыли только в третьем тайме. Хоккеисты Вольного распечатали ворота заводчан. А через две минуты добавили себе в копилку еще одну шайбу. Матч завершился победой Вольного. 2-0. Таким образом, по итогам двух финальных игр в серии плей-офф на счету каждой команды было по одному очку. Решающий матч состоялся в день закрытия хоккейного сезона в Заречном. На арену обе команды шли только за победой. За Кубком городской любительской хоккейной лиги. У Вольного появился реальный шанс стать его обладателем. Но прогнозы болельщики делать не спешили. Болеем за тех, кто меньше, им труднее. Они в девятером против трех пятерок. Наверное, так. Поэтому за Вольный болеем. Вы как думаете, с каким счетом закончится игра? Делать прогнозы – это самое неблагодарное занятие. Сильнейший победит. Игра складывалась напряженно. На этот раз инициативу в свои руки взяли заводчане. В первом же периоде хоккеисты старта забили три шайбы. Вольный ответил только одной. Забить еще в свои ворота заводчане противнику не позволили. А сами в оставшееся время провели еще три успешные атаки. За две минуты до конца матча стало понятно – старт не догнать. Обладатель Кубка уже известен. Поэтому последние секунды матча спортсмены доигрывали спокойно. Матч перешел. За счетом 6-2. Победа у них была кармана. Победа у них была кармана. Победа у них была кармана. Сезон получил из рук главы администрации Заречного. Таким образом, команда «Старт» второй год подряд стала чемпионом и обладателем Кубка городской любительской хоккейной лиги в дивизионе «Любитель». Сезон, в отличие от прошлого года, получился довольно тяжелым. Первый круг, можно сказать, провалили практически. На втором круге сумели собраться. Потеряли всего-навсего одно очко в семи матчах второго круга, что позволило нам занять первое место по итогам чемпионата. Финал, в общем-то, ожидаемо, получился тяжелым, потому что Кава – это одна из лидеров турнира. И игры в чемпионате с ней были довольно сложными. Ну и плей-офф, собственно говоря, тоже. Наверное, моральный настрой, желание победить, собственно, позволило выиграть нам. В дивизионе «Лидер» на этот раз тоже обошлось без неожиданностей. Кубок любительской хоккейной лиги завоевали «Бобры». Рождается команда «Бобы». Итоги чемпионата были вполне ожидаемы. Тем не менее, не обошлось в этом сезоне и без приятных сюрпризов. В первую очередь по количеству болельщиков. Зареченцы начали всерьез интересоваться хоккеем. Пришли вместе с маленькими детьми, пришли вместе с родителями. Конечно, это вызывает только очень большой оптимизм, радость за то, что хоккей в Зареченском развивается, восстанавливает свои потерянные былые годы позиции. Увеличилось и число спортсменов. В этом году в дивизионе «Любитель» появилась еще одна молодая перспективная команда – «Самураи». А в следующем сезоне ряды хоккеистов Зареченской лиги, возможно, пополнят еще две сборные. Кроме того, планируется, что в Зареченском чемпионате будут участвовать команды «Пензы» и «Области». А значит, следить за играми станет еще интереснее. Светлана Демина, Сергей Голуб, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный». Продолжение следует...